Урок английского в 11 тома начинается с описания картинок. Это одно из заданий новой устной части экзамена по иностранному языку. В течение последних лет ЕГЭ включал лишь проверку чтения и навыков письменной речи. Трудно говорить об уровне владения языком, если не проверять устную речь, потому что устная речь это именно то, что мы и делаем, собственно говоря, с помощью как родного, так и иностранного языка. Единственная сложность, наверное, которая возникает, это техническая сложность, как можно провести эту часть экзамена. Особенность нового формата ЕГЭ в том, что беседовать выпускнику предстоит не с учителем, а с монитором компьютера. Помимо описания и сравнения картинок, испытания включат в себя чтение текста и составление вопросов. Ответы учеников будут записываться на электронные носители, а после обрабатываться экспертами. В содержательном плане, наверное, неожиданностей быть не должно, поскольку содержание определяется программой. Программы у нас у всех одинаковые, определены Министерством образования. О деталях нововведения можно узнать на сайте единого государственного экзамена. Кстати, от устной части испытаний по английскому языку можно и вовсе отказаться. Однако в таком случае максимальные 100 баллов ученику набрать уже не удастся. Екатерина Грицыенко, Алексей Шершов, Панорама Севера.